Следующая планета это Сатурн Сатурн это самая одна из медленных планет она проходит знак примерно за два с половиной года и Сатурн он связан в основном с продолжительностью жизни человека с различными проблемами и препятствиями на жизненном пути также с возрастом то есть за престарелых людей или вот как раз за года с 50 лет и дальше бедность страхи заключение в тюрьму законы также отвечает за слуг или рабов обесчестие человека за смерть и желание смерти за физический труд или слишком тяжелую физическую работу также Сатурн он является причиной того что человек в жизни может столкнуться допустим с такими ситуациями где у него будут или переломы или увечья также он связан с ногами и так далее затем идет планета Раху Раху это не является на самом деле планетой она является это своего рода Раху и Кету это своего рода узлы в небе и у них нет физического тела но они имеют очень сильное влияние на человека и Раху связан с грубой речью с жизнью за границей то есть когда человек приезжает за границу живет там также он связан с путешествиями со смертью или или желанием смерти с пятнами на теле различными кожными заболеваниями за аморальных женщин или за аморальных то есть как бы сказать аморальные связи с аморальными людьми также за дедушку по линии отца и за деда по линии матери за лгунов вдов боль низких людей людей которые играют то есть как бы за азартные игры людей которым нравится азарт и играть допустим на бирже там и так далее за эхидность упрямость то есть все вот эти качества которые на самом деле как бы чужды человеку за лицемерие плохие привычки ампутацию и различные заболевания которые разрушают физическое тело и так далее кету это как бы в списке последняя планета так как она связана с двенадцатым домами она отвечает за мокшу или освобождение кету она проявляет себя как мокши во первых также отвечает за заключение в тюрьму освобождение самоубийство за глаза за речь которая являет как бы сказать такая немножко ядовито или ехидная речь также он отвечает за людей которые работают на мясоперерабатывающих фабриках или как бы разделяют как раз туши за высокий рост за темную темный такого пепельного цвета кожу угри и сыпи различные на теле и так далее различные пятна за худых и вы за худощавых и высоких людей также западших людей интриги очень связано кету с оккультизмом и мистическими так сказать тонкими науками куда обычный человек не может попасть или проникнуть своим сознанием отвечает за философию непривязанность если допустим кету очень сильно в гороскопе человека то он обычно бывает или отшельник или отреченный человек или йог и кету также отвечает за конец жизни связанные с человеческим телом или как бы с государственным правлением и так далее это что касается 9 планет естественно расположение планет знаках дает определенные качества и как бы на следующем уроке мы будем с вами как раз говорить о о расположении планет то есть где их дома где домов их врагов где не себя хорошо чувствует где они себя плохо чувствует это очень важно в гороскопе потому что это показывает силу планеты то есть ее как бы мощь дать тот результат который она представляет в как как бы под армии или по качеству в жизни каждого индивидуума и то есть по ее возможности проявить те качества то есть те благоприятные качества или если она допустим находится в плохом расположении то в этом случае она или занизит свои качества или не проявит их вообще то есть поэтому ведическая астрология она как раз задевает этот момент где нужно очень внимательно изучить каждую планету за ее расположение за аспекты за связь с другими планетами и как бы таким образом можно понять насколько планета сильно сама по себе и даст ли она плохие или хорошие результаты и то есть таким образом можно видел общую картину гороскопа просто помимо расположения планет гороскопе 12 знаков и 12 домов на этом в принципе все увидимся в следующий раз